В соседнем от лагеря лесу прошедший июльский циклон оставил ужасающие последствия. Выкорчеванные деревья, поваленные сосны и буквально разломленные пополам березы. Такой же бурелом после разгула стихии был и на территории лагеря. В Ласточке нелетная погода. Вот такую картину увидело руководство лагеря и дети после урагана. Сломанный соснами забор, покореженное водоснабжение, оборвано электричество и повсюду преграждающий путь деревья. Детей эвакуировали. После сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. Было практически полностью ограждение смято. Мы его восстановили. Частично кровлю в домах тоже частично восстановили. Соответственно, баскетбольная площадка у нас практически разрушена. Но все, что своими силами мы смогли восстановить, мы восстановили. Лагерь безопасен для детей. Мы здесь и песка завозим и выравниваем площадки соответственно. Городская администрация, эта территория принадлежит Ульяновску, держит ситуацию под контролем. Каждый день в течение недели сюда приезжает автобус помощников. Это в основном работники детско-юношеских спортивных школ. Совместными усилиями они расчистили территорию, убрали поломанные ветки, восстановили воды и электроснабжение. Когда большая компания, все равно работать легче, веселее. Но очень тяжело, я скажу. Вот в шестой день приезжаю, уже сил нет практически. Пытаешься всех сил помочь, до конца довести дело, чтобы смена была открыта. И она откроется. Уже в эту субботу в лагерь приедет третья смена. Правда, из-за последствий урагана она укороченная – две недели. А вот в четвертой смене ребята, как и положено, отдохнут 21 день. Мария Сафронова, Алексей Прохоров, Весть Ульяновск и Старой Майны.